Понесли колоссальные потери. Из-за засухи фермеры Левобережья остались без урожая, а соответственно и без прибыли. Какие меры поддержки будут оказаны аграриям, выяснял наш корреспондент. Даже самые засухоустойчивые растения не переносят такую жару. У фермера из Новоузенского района пострадали 700 гектаров земли. Салман Тимиргалиев сетует. Вместе с урожаем сгорели надежды на прибыль. Вот смотрите, вот что. Вот они пустые получаются. А здесь уже она пустая. Ничего здесь нет. В такой ситуации, как этот фермер, оказались аграрии всего Левобережья. Оставлять сельчан один на один с бедой нельзя, уверен председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков. Все понимают ситуацию, но ее нужно доказывать, ее нужно убеждать, что такая сложная ситуация. И давать гарантии. Гарантии и депутатского корпуса, гарантии и банков. То есть это совместная работа. Как раз вот в сложное время власть должна поставить по плечу людям. Оказать помощь дружинникам села рассчитывают и заручившись поддержкой федерального руководства кредитных организаций. Предварительная договоренность с финансовым учреждением есть. Рассматривать заявки от фермеров будут индивидуально. Духа, что они страдают от таких погодных явлений. Давайте, надо, чтобы они готовили тогда документы. У нас там очень хороший филиал, мощный, много точек. Пусть готовят документы, обращаются, будем тогда индивидуально рассматривать и вместе думать. С проблемой этим летом столкнулись и те, кто взял технику в лизинг. Хозяйство, находящееся в зоне засухи, просят об отсрочке по платежам за технику. В сложившихся климатических условиях она попросту простаивает. Понимая все сложности, руководство Росагролизинга готово пойти механизаторам навстречу. В принципе, конечно, у нас система определенная, уже проработана, каким образом рассматривать вопрос по предоставлению определенных отсрочек лицам, пострадавшим от засухи. Подводя итог встречи, Госдеп подчеркнул, что в таких экстремальных ситуациях необходимо максимально объединять усилия всех уровней власти. Ведь только совместная работа поможет своевременно решать возникающие проблемы. Марина Парфенова, Анастасия Куклева, РЕН-ТВ, Саратов.